Давайте посмотрим еще один вариант, сервис Flavie, который достаточно так активно себя позиционирует, который говорит о том, что он стопроцентная канва. Ну, давайте посмотрим, действительно ли это так. Вот ссылочка, чтобы вы могли открыть, посмотреть. Ну, а это вот, что у меня получилось, сразу же, не отходя от кассы, покажу вам, в этом сервисе. Да. По ссылке здесь у нас без водяного знака, то есть вы там его не найдете. Ну, а мы смотрим тарифы. Здесь у нас предлагается самый скромный тариф за 399 рублей в месяц, без водяного знака. Стартовая бесплатная опция, она достаточно скромная. Здесь, правда, написано о том, что более 2000 шаблонов, различие анимационные эффекты, выбор шрифта и тому подобное. Но вот самое главное – это водяной знак, к сожалению. И водяной знак здесь достаточно большой. И я пока не пробовала, можно ли от него избавиться. Но это достаточно трудоемко, конечно, сначала скачать картинку, потом еще и водяной знак из него удалять. Вот. В отличие от супа, здесь водяным знаком метится все. И анимация, и обычные статичные картинки. Ну, давайте поближе посмотрим, как это работает. Она действительно, этот инструмент действительно похож на канву. Если вы ей пользовались, то наверняка увидите, все здесь очень даже похоже. Только вместо синего дизайна он стал оранжевым. А так мы видим, что есть тут у нас форматы для работы. Форматов, естественно, меньше, чем в канве. В основном здесь сосредоточились на социальных сетях. То есть здесь мы можем найти различные посты для контакта, для одноклассников. Но и сервис развивающийся, и вполне возможно, они скоро догонят канву. И по количеству форматов тоже. Все дизайны хранятся точно так же в личном кабинете. Можно на них ссылочку получать и можно скачивать. Ссылка без водяного знака, скачивание с водяным знаком. Смотрим изнутри, как это все выглядит. Точно так же, как и в канве. Тут у нас есть панель инструментов с различными элементами, которые можно добавлять. Что касается шаблонов. Они здесь тоже присутствуют в большом количестве. Но, к сожалению, очень много платных шаблонов. И если их открыть, я уже не стала скриншотить. Но смысл в том, что здесь платные перехлёстывают бесплатно. И чтобы дойти до бесплатных элементов, приходится потратить достаточно много времени. Но, естественно, бесплатные они не самые привлекательные в плане оформления. Если, опять-таки, их сравнивать с канвой, ну, они сами себя так начали сравнивать, канва, конечно, здесь выигрывает. А вот тот самый водяной знак. Таким образом он выглядит. В плюс у этого сервиса большая библиотека шрифтов. Они все поддерживают кириллицу. Но, опять-таки, мы видим, что здесь очень много платного. Хотя у канва было тоже. Также есть поиск. Нужно поискать подходящий шрифт. Точно так же мы берём какой-то шаблон, либо начинаем с нуля, и на этот шаблон набрасываем элементы, которые нам необходимы. Либо из библиотеки сервиса, либо можно загрузить свои. Здесь есть возможность добавлять отдельные элементы. Здесь есть возможность добавлять слои специальной маски. И всё это сохранять в разных форматах. Дальше. Как только мы добавили какой-то элемент, у нас открывается инструмент для его редактирования. Вот это, например, инструмент для редактирования текста. Уже нам совершенно знакомы. Здесь у нас и заливки, и цвета, и шрифты, и все остальные настройки. Ну, а это настройки для картинок, которые мы добавляем. Здесь тоже очень неплохой фоторедактор. Здесь можно настроить яркость, контраст. Вот в этом смысле они, собственно говоря, повторили канву. Я пыталась уже так сравнивать по количеству эффектов, по количеству настроек. Вот в этом элементе они, да, они практически всё взяли от канвы. Все основные настройки использовали в своём сервисе. Ну, с помощью таких вот ползунков можно настроить картинку, применить к ней разные фильтры, например. Анимация. Есть возможность добавлять разные анимированные картинки. У меня тут облачко, например, и там ещё звёздочка у меня в уголке будет, которую я взяла из библиотеки сервиса, из бесплатных элементов. Вот это раздел анимация. Вот оттуда я взяла. Дополнительно мы можем настроить различные анимационные эффекты, применить их, например, к тексту или к картинке какой-нибудь. Но опять видим, что здесь бесплатного очень немного. Ну, выбирать всё равно есть из чего. Можно попробовать выбрать какой-нибудь эффект и посмотреть, как это будет всё работать. Далее. Кнопочка «Скачать» позволяет скачивать наш дизайн в каком-нибудь формате. Здесь тоже всё на канву похоже. Мы можем и как картинку скачать, и как PDF, как GIF, и как P4 тоже. Вот таким образом это всё сохраняется на компьютер. Можно получить ссылку, если необходимо. Можно составить презентацию, как и в канве тоже. Мы можем создать несколько слайдиков и сделать из них презентацию, сохранить, например, как PDF. Тоже такая возможность есть. Но на каждом слайде у нас будет водяной знак. Так, вот. Сервис себя позиционирует с упором для SMM-щиков, то есть для людей, которые работают в социальных сетях, и они постоянно об этом заявляют и говорят, и напирают на то, что по сравнению с другими сервисами, у них очень дешёвый тариф платный, то есть около 400 рублей в месяц. Но нам уже решать, как. Нравится, не нравится, но можно попробовать поэкспериментировать. В любом случае, если будете подбирать сервис, придётся осваивать сразу несколько инструментов и смотреть, что вам удобнее. А то, может быть, и пользоваться сразу несколькими. Так, чтобы всё под одной крышей было, такого вряд ли получится. Ну, вот мой формат. Это статичная картинка. По ссылочке я вам отправила динамичную картинку. Вот так выглядит водяной знак. Он здесь всё перекрыл у меня, всю мою звёздочку. Ну, в общем и целом, вот, можно создать что-то наподобие этого. Это я просто с нуля взяла пустой шаблон, не стала уже искать что-то бесплатное, просто на белом фоне сделала картинку и добавила пару анимашек. Вот таким образом это работает.